Есть такая присказка, не важно, актриса красива или некрасива, лишь бы была красивая. Это как раз случай сегодняшнего эфира программы «Правда-24», потому что в гостях у меня Ирина Алпёрова. Бесспорно красивая. Вот вы скажите, когда вы про себя поняли, будучи там вот маленькой девочкой, что вы красивая? Вам родители говорили, что вы красивая? Нет, нет, нет. Родителям было не до этого. Наши родители, мое поколение, они все время работали, работали и работали. Им как-то было не до нас. Слава богу, все кругом было налажено, я имею в виду и школы, и много было кружков, и поэтому мы были всегда как-то под присмотром, соседи были добрые все очень. То есть мы находились в идеальной детской атмосфере, в идеальной. А когда вы говорите «мы», вы кого имеете в виду? Я имею в виду всех своих, как это сказать, кто со мной рос, плюс-минус. Вот наш двор, например, наша школа. Потрясающая атмосфера. С кем-нибудь вы поддерживаете отношения с вашего двора? Я не умею поддерживать вообще отношения. Да вы что? Вообще ни с кем? Вообще ни с кем. Ни с одноклассниками, ни с однокурсниками. А с животными? Ни с животными. У нас есть животное в программе, то есть у нас есть традиции, мы животных пристраиваем. Да, вот сегодня мы будем пристраивать животное, которое... Так как я погоду, погоду кот... Которую зовут, еще раз, Муся. Вот ее зовут Муся, посмотрим, насколько она контактная, умеет отношения поддерживать. Да, она контактная, это видно. Да, вот что-то она так хвостом, очень нервно. Ну как, нервно, тут нервно. Во-первых, тут везде техника, они же это чувствуют. Да, запахи всякие, да, новые. Нет, нет, и техника, все эти вот излучения. Хорошо, а вот Ксения, ваша дочь, очень красивая тоже в маму. Вы ей говорили, что она красивая? Или тоже она росла? Нет. Да, не говорили, да? Нет, к сожалению, нет. Совершенно недавно она юбилей отметила. Как это было? Что это было? Не отмечают это. Ой, это ужас. Да? Ее дни рождения, это вообще все праздники, это ужас. Она очень шумная, яркая, любящая общение. Ага. Труд, для меня труд даже двух человек принять. Для нее это не труд. Поэтому это всегда очень ярко, шумно, я только всегда предупреждаю. Можно я приду минут через 20? Мама, иди, иди, ладно, хорошо. Но она, конечно, огорчается немножко, потому что она любит, когда я рядом. Отец поздравил ее с днем рождения? Конечно. Почему, конечно? Я же не знаю, какие у нее отношения с родителями. У меня со всеми хорошие отношения, со всеми близкими. Просто хорошие, я никогда не конфликтурую. Ну вот когда она последний раз видела родителя своего? По числам. Нет, ну вот, не знаю, в этом году. Она снималась и виделась. Где, в Болгарии? Да. Ну вы, допустим, вот... А я хочу про себя, я не хочу. Она достаточно известный человек, я не люблю говорить про своих близких. Хорошо, когда вы, скажите, когда вы последний раз видели своего первого супруга, отца Ксении? Вы же с ним виделись когда-нибудь после развода? Я ему тоже не хочу говорить. А, все, хорошо, нет, проехали тогда, извините. Все, что есть в этом, в интернете, это неправда. Но я как-то вообще, я не по этому делаю. Хорошо, ладно. Я к вам пришла только потому, что я увидела, что у вас такая деловая вроде... Нет, нет, нет. Я по другим каналам не хожу. Все, 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 нет. Я не люблю шоу, все программы. Нет, извините, я просто не думал, что это прям какая-то такая... Нет, это никакая, абсолютно. Я как раз могу все сказать, но просто я не хочу. Я говорю... Ну про Ксению-то мы можем говорить? Лучше про меня. Хорошо. Про Ксению она сама скажет все. Хорошо. Она слишком яркая, слишком активная. Вот вы, насколько я понял, единственная актриса, я не нашел других, таких, которые категорически отказывались играть отрицательные роли. Потому что имеется в виду, что все-таки люди вашей профессии, они, ну, подневольные. Им что говорят? Делают. Это неправда. Ну как неправда? Это ваше желание. Это неправда. Никто не подневольный. Или ты свободен, или ты не свободен. Я всю жизнь свободна с детства. Я не понимаю, как это... Я могу ждать, я могу там, как там в линкоме, терпеть. Я могу не понимать, почему, и дождаться. Ничего не дождаться. Но я всегда свободна. Я говорю то, что я хочу, то, что я думаю. Интернеты врут, что вы отказывались играть. Я отказываюсь, мне не нравится роль. Это действительно так. Это так. Нет, ну вам не нравилась не просто роль персонажа, а вам не нравилась, что он отрицательный. Вот. Вы понимаете, какая штука? Есть еще до этого что-то. То есть есть... Ради чего ты пришел в эту профессию? Так. Я пришла ради чего-то. Ради чего? Почувствовав в себе какие-то очень положительные вещи. И мне захотелось поделиться, мне захотелось это отдать. И это было безмерно, и это растет, вот это вот доброе, хорошее ощущение жизни. Всего-всего-всего-всего. Я много делаю для этого. И поэтому играть отрицательную роль, это какое-то совершенно бесхозное отношение к себе, к людям, которые тебя любят. Почему? Потому что... Смысла нет. В этом нет смысла. Никакого для меня. Я ничего... То, что я должна еще, я не сделала. Я, может быть, на 50% отдала. Поэтому какой смысл играть отрицательные роли? Я не вижу в себе вот этих вот качеств, которые были бы нужны людям, и я могла что-то бы им дать в этом качестве. А в качестве положительном... Но это все, понимаете, это очень надо подробно и долго рассказывать, объяснять. Это не значит, когда я это говорю, и мне Иосиф Архельгавц говорит, ну да, она в сказках хочет играть. Это правда? Да, ну нет, конечно. Вы понимаете, что положительное гораздо сложнее. Это неправда, когда говорят в формулировку, что играть комедии или играть злодеев гораздо интереснее. Это неправда. Для того, чтобы играть положительные роли, надо быть, надо, чтобы в тебе это было. Чтобы в тебе был свет, чтобы в тебе была искра божественная. Чтобы тебе верили, когда ты смотришь. Ну как же, я считал, что в актерах, в актрисах вообще ничего должно быть. Вы же пластилин, из которого режиссер должен что-то... Это какое-то очень оскорбительное. Отношение к этой профессии. Я как раз к этому отношусь совершенно иначе. Так. Не только как к себе. Я всю жизнь ищу как бы актеров, которые мне интересны. Да. Интересен мне может быть актер только личность. Только когда он везде, он. А не играет вот этого, вот этого персонажа. Я могу какие-то качества в себе развить, но только то, что мне интересно в этой личности. Если мне это не интересно в этой личности, если не на своем примере, то мои любимые актеры это Жан Габен и Руми Шнайдер. Жан Габен всегда играет себя, но в предлагаемых обстоятельствах. Поэтому мне интересно смотреть на его картины. Потому что это он, и он поступил бы вот так же в этой ситуации. И тогда мне это интересно. Потому что тогда это не профессия. Тогда это нечто большее. Тогда это личность, которая меня ведет, с которым я считаюсь, с которым я люблю, он мне помогает. Он мне ведет. Ну вот все делает вот это вот. И то же самое Руми Шнайдер. И когда я вижу, как она смеется, я понимаю, это она смеется. Это не ее персонаж. Но почему вы так считаете? Ну я так считаю. Но вы в жизни видели их вот вне экрана, вне сцены с кем-нибудь из них? Я не видела, но я очень много читала. И я очень доверяю экрану и тем фильмам, которые я видела. То, что я знаю про них, это абсолютно тоже то, о чем я говорю. Как, есть же роли, которые они сыграли. А у вас меняются со временем вкусы? То есть тогда вы, наверное, сможете мне назвать, допустим, ну вот пять ваших любимых фильмов. Моих? Да, нет, не тех, в которых вы играли, а те, которые... Вам что-то дали. Ну, те, которые вы с удовольствием готовы пересмотреть всегда. Всегда ведь у каждого человека... Всегда с Руми Шнайдер. Всегда с Руми Шнайдер. Я вижу крупный план, все. Я хочу жить, я понимаю, что нет, есть красота, есть настоящее. Можно смеяться, можно рыдать. Я ей верю бесконечно. Она настолько красива, она настолько внутри красива. У нее очень тяжелая жизнь. Она пила, я не считаю это отрицательным. Я знаю, почему она пила. Я знаю, почему она себя изуродовала. Она все делала через очень... Это было искреннее, это ее жизнь, к сожалению, вот так сложившаяся. Но это не плюс или минус. Это не, как вот вы сказали, и как говорит режиссер, сказка. Это не сказка. Поэтому все ее фильмы бесконечно ищу. Даже в самых плохих режиссеров, которых она снималась, я вижу все равно что-то... Она необыкновенна, потому что она естественна. Ну почему мне, например, лучше из последнего. Все старые фильмы, Жанна Габена, когда я вижу молодого Делона, молодого. Я схожу с ума, потому что... Он не кажется вам совсем холодным? Нет, мне плевать. Он настолько красив. Я вижу все этот холод, это там какие-то... Ненавижу его за Роми Шнайдер. За то, что он ее бросил. Потому что это невозможно бросить так. А хотя он правильно сделал, чтобы бросил. Но она его очень любила. Но настолько красив в молодости. Просто это режет глаза. Почему он сейчас красив? Нет, сейчас он другой, сейчас уже не так красив. Да, не знаю, мне кажется. Сейчас уже какая-то его жизнь, она как-то сказалась. Я вижу другие вещи. В молодости это просто с ума сойти. Вот с ума сойти. Глаза, губы. Это невозможно. Это просто невозможно. А вот вы упомянули тему алкоголя. Я вспомнил... Это мой муж, кстати. Что? Вот так же красив. Сережа Мартынов. Вот так же, когда я вижу... Ну и предыдущую вас... Рокову братья, кстати, он играл. Нет, именно тогда. Это просто режет. Это красота, которой нет сейчас. Вот ее... Ну пока нет. Где-то есть, наверное, у кого-то. Вот эти глаза безумные, эти губы, нос, пальцы, необыкновенные пальцы совершенно длинные, такие вот художественные, такие умные. Необыкновенные... Вы обращаете внимание на руки, да? Да. Мужчин только или вообще на руки? Вообще на руки. Ага. Нет, некоторые вообще не замечают. У некоторых там, допустим, там только ноги там или только лицо. Про руки... Кстати, женская история. Женщины обращают внимание на руку. Ведь интересно, что... Нет, мужчины тоже. Да? Да. Ну это, наверное, такие утонченные мужчины. Мой муж обращает. Ага. Он на ваши руки обращает внимание или на руки вообще? Вообще на руки. Угу. Он сразу говорит про человека. Это же сразу видно. А у вас сходятся вкусы, допустим, в оценке произведений искусства? То есть вам одни и те же супругам фильмы нравятся? А кухня вам одна и та же нравится? Да. То есть вы заказываете? Я равнодушна к кухне. Мне все равно, что есть. Я могу есть хлеб, только чтобы он был свежий. Запивать водой мне хорошо. Угу. Ну и желательно вино, хлеб и сыр. Ну такая библейский такой набор. Нет, мне нравится. Это вкусно. Я верю. И не готовишь, и не мучаешься. Мне не нравится готовить. Это так мучительно. И так все это переводишь продукты. Но я готовлю. Я готовлю быстро, не задумываясь все это. Мимоходом все. Все хвалят. Хвалят, да? Все хвалят. Но я стараюсь. Мои близкие не виноваты. Надо есть горячее. Что я не люблю готовить. Нет, я делаю то, что я не люблю, я делаю быстро, но я делаю. А что у вас такое фирменное? Есть что-то? Нет, я не люблю готовить. Я не люблю. Я понимаю. Не еще это фирменное. Ага. Я все готовлю. Ну быстро. Еще только вошли мои близкие в дом. У меня уже все... Уже они когда зашли и вымыли руки, уже почти все готово. Я быстро очень все делаю. Очень. Вот это то, что не люблю, я делаю очень быстро. Вы когда-нибудь жалели от ролей, от которых вам... Вам уже очевидно, что приходилось при вашем вот этом подходе, при этой системе кардиата, отказываться от очень многих ролей? Нет. Не приходилось. Не приходилось отказываться? Нет, от того, чтобы я пожалела. Нет, нет. Я жалею, когда хорошие пробы, вот вспоминаю, и я знаю, что я сделала бы это лучше. Например? Потому что когда, как вы говорите, в результате отрицательное, но это вот эта общая фраза. У человека так сложились обстоятельства, что ее заставила жизнь это сделать. Но она это сделала искренне во имя чего-то, как-то. Это судьба такая. И вот это мне жалко, потому что вот с своим отношением и с моим, как бы, вот имиджем я бы это сделала глубже. Потому что когда хороший человек ломается, это страшнее, чем когда изначально, ну, как бы все могущий. Он ломается, ну, я вижу, что играет. Я вижу, что играет. Я не люблю, когда в кино играет. Ну, мой муж тоже видит. Вы профессионалы. Нет, 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 нет. Нет, нет, многим нравится, когда играют. Они этого, они стремятся к этому. Они как бы, а я люблю, когда не играет. Когда, о, вот это он, это он, это вот я верю бесконечно. Господи, допустим, миллион раз будет он. Мне это не надоест. Человек не может быть одинаковым, неподвижным, понимаете? В плохом, в хорошем. Вы себе сейчас противоречите. Нет, вы меня не понимаете, значит. Нет, вы когда сказали, что вам нравится, допустим, там, тот же Габен, что вы считаете, что он такой есть в жизни, что он, ну, как бы не играет, а что вот он живет, и он на самом деле не все то, что у него есть. Но это ведь значит тогда, что он невеликий тогда актер, потому что великий актер, он может сыграть... Жан Габен невеликий? Нет, я просто рассуждаю вслух. Я не говорю про Жану Габена. А я, нет, еще пример, тогда мы долго будем читать, тогда будем до ночи с вами, и я вам все-таки объясню свое, потому что вы немножко не так меня понимаете. Именно он великий. Я же вам объясняю, есть разные актеры. Есть, которые есть, и которых вот интересно... Ну, которые играют сами себя. Сами себя. Да. Да, это бесконечно интереснее для меня, как для зрителя. Ну, разве актерское мастерство не заключается в том, чтобы суметь вжиться в образ? Актеры тоже разные. Нет. Ну, когда моя героиня убивает ребенка, предположим. Так. Ну, она нормальная, она интересная, но она это совершает. И если я понимаю, почему, хотя это оправдать нельзя, ну, я ее оправдаю, я найду этот ход. Ну, во мне же этого нет, я же этого не сделаю. Ну, как, это не называется выживаться в образ. Я оправдаю, я пойму, я найду этот... Я играю такую женщину, что она положительная. В Сартре я играю героиню, которая убивает своего ребенка. Ну, я ее оправдываю. У нее какой мотив? У вашей героини, да. У нее нет мотива. Она, я для себя таких женщин называю, Марлин Монро. Она не в смысле, Марлин была другая. Но вот, как вот вы говорите, чтобы долго не объяснять, клише. Сначала делает, потом думает. Ну, и женщина. Вот она сделала, а потом подумала, а уже все, уже сделала. И поэтому я вот играю такую. Она женщина, она вот такая вот. А вам не кажется, что во времена Марлины Монро действительно было четкое представление о том, что есть там гендерные роли, что вот это женственность, вот это брутальность. А сейчас наступает время каких-то таких смешанных половых форм, когда, ну, не поймешь... Я думаю, что ничего в этом смысле не меняется. Это какое-то временное совершенно вот такое вот обоснование чего-то. А вот это все не меняется. Почему вы до сих пор говорите, что и молитесь на Марлин Монро, хотя видите эти недостатки. Но я думаю, что в ней было что-то такое. Я читала ее мужа Миллера. Одного из... Очень, да. Ну, как-то я его считаю основным. Потому что он умный, талантливый. Он писал, что когда она входила в комнату, вот сразу какой-то такой ток, какое-то поле, и люди разделялись. Кто любит у нее... Женщины все сразу начинали ненавидеть. Все сразу вот как бы ее вот отталкивали. Я очень это хорошо понимаю. Потому что в ней было столько, наверное, наверное, ну вот по фильмам, да, женственности какого-то... То есть она была сразу в ней в конкуренции. Поэтому, конечно, все ее сразу не принимали. Хорошо. А когда Алферова входит в комнату? Нет, это не будет. Я себя убираю. Я как бы... Вы смотрите, вы не последовательность. Я последовательность. Я себя убираю. У меня нет этой задачи. Я уже взрослый человек, уже, можно сказать, пожилая женщина. Вот, поэтому... Вы знаете, вы очень девочка на самом деле. Ну, внутри. Ну, а... Я себя всю жизнь убираю. Потому что, когда я писала об этом, когда ты как бы понимаешь, что как должно быть, это изнутри растет. И если я, например, я танцующая. И для меня это бесконечно... Я так это люблю. Вот этот танец, когда я могу просто не знаю, что станцевать. И даже мне самый великий, когда я просила там, Василий, поставьте мне там, сделайте. Он говорит, вы уже все делаете так, что у нас балерины этого в Большом театре не делают. И я это понимаю. Я это... Вот этот комплимент я принимаю. Потому что я люблю движение. Я с ума схожу с детства. С детства я танцую. Мне никто не говорил, не учил. Мне дочку научила. Я говорю, закрой глаза, слушай музыку. Про дочку не говорим. Дочка сама про себя все расскажет. Нет, слушай музыку, да. Поэтому, когда я поняла, что танец, и я начинаю, это не может не привлечь. Потому что я это делаю божественно. Я это люблю бесконечно. И поэтому это нельзя. Зачем? Мне нужны мои. Их, может быть, и нет в этой комнате. Поэтому я убираю себя. Мы к самой сложной сейчас перейдем части программы. К финалу. На сцене можно. Это игра в правду, потому что вы так на некоторые вопросы реагируете. А где же вопросы, не я их задаю, они уже придуманы. Там бывают самые разные вопросы. Поэтому мы сразу договоримся. Если вам вопрос не нравится. А я вас с разумом ничего договариваться. Вы, да, вы на него просто и не отвечаете, потому что просто боюсь реакции. Значит, здесь вот четыре фишки. Вы выбираете слепую одну из них, и такого же цвета вы вытягиваете карточку. На карточке написан вопрос. Хорошо? Три попытки у нас будет. Оставим здесь животное. Надеюсь, она не убежит. Попытки в чем? В том, что я как бы отказываюсь? Попытки ответить, да. Вдруг вам что-то действительно так покажется неуместно. Это что я делаю? Вы вытягиваете фишку. Фишка вытягиваю. Красная. Это самая сложная красная. То есть они такие бывают. Прям я вот... Вот выбирайте любую красную. Любую. Красную, любую. Так. Как часто вы предпочитаете... А, ну это нормально. Это по сравнению с тем, что бывает. Как часто вы предпочитаете работу слэш друзей, сексу с вашим партнером? Нет, я в любом случае выберу партнера. Мне когда много людей вообще не интересно. Потому что я говорю, что вы девочка-девочка. Это правильные девочки на ответ. Нет, нет, вы так слушаете. Нет, но я еще как бы думаю про другое. У меня вся жизнь с этим прошла. Когда как бы мой как раз близкий человек, он любил когда-либо друзья. И всегда почитал друзей про Сашу. Абдулова. Да. И он любил, он такой, он вот широкая душа, он создан для этого. А мне это не интересно, когда много людей. Мне это скучно. И совершенно это праздное времяпрепровождение. Когда я это поняла, он извинил, я больше не участвую в этих праздниках. Второй. Так что тут ведь... Смотри, Бибелый это свободный. Вопрос это я вам карточку выбираю. Вот карточку на подумать. На подумать. Долго думай. Они голубые, они на подумать, да. Если у вас какой-либо секрет от родителей, почему вы что-то от них до сих пор скрываете? У вас только один родитель, осталось только, насколько я понимаю, да? Я все время от нее скрываю. От мамы? Да. Что? Все. Как это может быть? Но для нее только все хорошо. Ага. Я даже когда плачу при ней, вдруг не выдерживаю, начинаю плакать. Потому что она тут же умирает, естественно. Я говорю, да это мама, я репетирую. Господи боже мой, подожди, не мешай. И начинаю, в общем, плачу. Так что я от нее все плохое, я от нее скрываю. Обман актерский. Все хорошо. Нет, почему человеческий. Надо щадить своих близких. Тем более, как вы знаете, что они подключены к тебе. Белые, смотрите, опять свободный вопрос. Давайте я для разнообразия вам желтую тогда, желтые карточки. Может, не будем вытягивать все карточки, быстро ответим. Это последнее, последнее. Вы делали фото уточкой. Ну, вы не знаете, что такое фото уточкой? Ну, я даже показывать это не буду, потому что это как раз точно девочкина история. Ну, а у вас есть хорошо тогда фотографическое лицо? Когда вас снимают, у вас есть какой-нибудь... Ракурс? Да. У вас есть рабочая сторона? Конечно. Почему конечно? А у актеров? Потому что разные половины всех людей. Какая у вас рабочая сторона? У меня вообще вот это, которое мы не снимаем. Что ж мы? Мы неправильно сели, смотрите, и вы даже не сказали, что мы неправильно сели. Другая бы звезда на вашем месте сказала. Давайте меняться местами. У меня рабочая... Вы не звезда. Вы, вы звезда. Перестаньте. Вы родились звездой. Перестаньте. Я считаю, что это девочкина кокетство, потому что по мне Альтерова звезда. Нет. У меня может быть свое мнение? Конечно. Что же вы прямо... Наконец. Где у нас вообще свобода? Свобода есть? Редактор субтитров А.Семкин Коррежисс Élfue